Привет всем моим Пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг, и в этом видео обзор свочи и легкий макияж на финальную из коллекции Айскориньяни палеточку в розовых тонах. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Я уже записывала свои честные обзорчики с честными свочами, все по-честному, без фильтров, без блюр-эффектов, как и все видео на моем канале. Можете пролистнуть и убедиться, а также что-то новенькое для себя найти. Я записывала обзорчик на вот эти две палеточки цвета Тиффани и фиолетовой гаммы. Подробный обзорчик на каждую из них я оставлю по ссылочке в описании к этому видео. Но сейчас речь идет о этой розовой палеточке. Но она не только розовая, там есть масса других цветов. Шикарные, шикарные, есть даже сколько, два цвета металлические по текстуре и сделаны в стиле мрамора. Конечно, при нанесении мраморный эффект пропадает, но от этого качества не меняется. Очень высокопигментированная палеточка, очень красивые цвета. 9 безупречных оттеночков, полноценное зеркальце, пластиковый, приятный корпус и, конечно же, очень нежная эстеристика. Стоимость такой палеточки очень бюджетная, 300 с небольшим рублей. В сети магазинов «Подружка», в зависимости от вашей скидочной карты. И я подсчитала набор этих палеточек, которые до сих пор находятся в наличии. Набор трех палеточек у меня получился до 1000 рублей. То есть я приобрела массу цветов, массу оттенков пастельной гамме до 1000 рублей. Это просто сокровище. Ну прям красота. Красота. Пишите свое честное мнение в комментариях под этим видео. Любите ли вы розовые оттенки, любите ли вы пастельные оттенки. Также на каждую из этих палеточек я записывала макияжики. Они тоже есть. Пролесните и увидите. А на эту еще не записывала. Поэтому сейчас будет легкий макияж с добавлением цветов из этой палеточки. Я буду использовать два оттеночка из этой палеточки. Один матовый, другой металлический по текстуре. И несмотря на то, что у меня такой классический вам макияж, то есть красные матовые губы и черные классические стрелочки, одно другому не помешает, а наоборот дополнит. Хотя вроде бы цвета такие нежные, романтичные. Узенькую, пушистую буферную кисточку, плотненькую. А вот такой матовый, шикарный, лимонно-пастельный оттеночек я нанесу в уголки глаз. Такой будет макияж в стиле Кайли Дженнер, когда акцент идет на классические стрелки и слегка тюнингован яркими акцентиками. Так. И второй уголок. Ну прям, ох, ох, то, чего не хватало в этот яркий образ. Сразу образ стал более таким свеженьким, молодежным, видимо. Ляпки четкие, подтираем. Сразу пошла акцентность. Вроде бы, да, желтые уголки на сослезки, но сразу макияж стал более современным и свежим. И теперь мне понадобится оттенок металлик. Оттенок металлик будет вот такой мраморно-металлическо-розово-беленький. Металлики я советую наносить кончиком пальчика, поскольку они крайне высоко пигментированы. В принципе, вся продукция этой марки я затестила на сводчиках, на стенде подружки. Очень высоко пигментированная. Пошел цвет, пошла яркость. Этот оттеночек я слегка добавлю на территорию подвижного века. Но постараюсь не заляпать черные стрелочки. Просто слегка, как россыпь, россыпь, которая прям дополняет, играет, и красота. Беру просто чистую, пушистую, максимально широкую кисточку. И слегка вот так подрастушую, подрастушую в лёд. Оцениваю. Сейчас всё оцениваю специально без склеек, чтобы всё максимально по-честному. Ну вот, красота. Быстрый, яркий образ буквально за несколько минуток готов. Я знаю, вы скажете, а как же стрелки? Стрелки нужно рисовать очень долго. На самом деле, этот образ будет играть при дневном макияже, даже без этих стрелок. А если вы хотите ровные симметричные стрелки очень быстро, я советую воспользоваться моими рекомендациями на тему канцелярского скотчика. Это не только вирусные видосы в сети, но и техника, которая работает безотказно с тремя текстурами. Жидкими, сухими и кремообразными. Даже если вы делаете технику с канцелярским скотчиком впервые. Ну, просто там сияю, там очень сияю. Так, ляпки-тяпки с кисточкой хоп-хоп-хоп. Оценим. Ну, красота же. Пишите свое мнение по поводу этой продукции, этой марки, этой удивительной розовой пастельной нежной палеточки на лето. По поводу этих палеточек в том числе. Пробовали или нет, хотите или нет. А также скоро на моем канале будет серия макияжей на тематику именно этой палетки. Созданная только с этой палеточкой. Макияжи разной степени яркости и сложности. На самом деле, все макияжи легко повторить. Просто есть более такие мудреные работы, есть более простые, как сейчас. Но я обещаю, вам будет ярко и интересно. Подробные фотографии на тему этого макияжа, палеточек, косметики, мемасов на тему косметики и всего такого женского, прикольного, веселого. Также сводчики. Все это в моей группе ВКонтакте Пуспинг ТВ. Подписывайтесь, я каждому искренне рада. И с каждым разом у нас все больше и больше пусикусы пополняются, да. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддержать мою креативность своими большими пальцами вверх. Стараюсь на регулярной основе специально для вас, несмотря ни на что, чтобы в мире не происходило. Я всегда выкладываю видосики для вас, чтобы вас развлечь, отвлечь и внести немножко яркости. Поэтому большой палец вверх, подписочка на мой канал и не забываем поставить колокольчик, так как видео на моем канале выходят в регулярном режиме специально для вас. Ну а вам я хочу пожелать крепкого здоровья и отличного яркого летнего солнечного теплого настроения. И только ярких эмоций и, конечно же, супер красивых макияжей. В этом я вам всячески помогу каждому своему видео. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуспинг. И до скорых ультра-ярких регулярных встреч.